Ну как говорится, Тугназг Кримбургуз Абргул. Кто в теме тот поймет, а остальным темное наречие и ненужно. Продолжаем наше прохождение за Ангмар, шестой ходик, сейчас будем двигаться дальше. Так, у нас значит шестой ход, что мы будем делать-то и что мы делаем? Денежку я немножко вроде в прошлый раз потратил и вам не показал или показал. Или нет, я не помню. Заказал, нет, да, заказал с Хиберчелеги и Амбар за 900 монеток. И еще 1800 у меня есть, мы с вами в минусе, вроде как или нет. Не помню, давайте делаем седьмой ход и там уже посмотрим по нашим финансам. Если позволят, закажем еще что-нибудь. Еще до кучи в прошлый раз и про дипломата забыли мы с вами. Так, все у нас плохо. По населению, как ни странно, хорошо. Так, с этими мы говорили, а вы кто вообще? Это, это, это... Гоблины Мори, по идее. И торговля у меня с вами уже есть. Так, а идем мы, вроде как, к этим листым эльфам, да? Если я ничего не попутал. Так, ну и, собственно, собственно, собственно у нас тут, смотрите, какие дела, делища-то творятся. Ребятюньки-то из северной заставы вышли. Я, правда, не совсем не понял, зачем они это сделали, но они вышли. Так, по деньгам у нас вообще-то в плюс 180 монет. То есть мы можем где-нибудь что-нибудь с вами даже заказать. Полезное, вкусное на производство денюшек. Денюшек, денюшек. А, что-то на денюшке-то нету ни хрена, я вам так скажу. Рынок, есть рынок. Хренеть, 1800 все деньги отдай. Зато целых 100 монет поднимется. Ладно, давай, давай. Куда деваться? Рынок, так рынок. Вот, ну давайте нападать. Слушайте, я даже и не ожидал, и не рассчитывал на такую халяву. Мы будем слотать их, милорда! Халява. У нас значительно больше, в три раза. И зачем же ты, Ародорн, зачем же ты вышел-то? А не совсем, я понял тебя. Так, ну у них на самом деле 4 конных отряда. Ты же конница тоже, да? Нет, это лучники. Лучники с восьмеркой, дальний бой. 10-20 в ближнем. Хороший Ародорн, ты. Мощный. Три конных отряда, 7-13. Это разведчики с пятеркой. И еще некие всадники. Кардалана. 7-13, да? Устойчивое потрясение. Помимо этого, у них еще два отряда пеших отряда. Ха-ха-ха, масло-масло. Два отряда лучников еще. Правда, один из них поцанный. А, две трети. Ну, четверочка. Тоже это печально. Печально смотрится. Ну и плюс дозорные Дунадай на 7-17. Слушайте, а их дикари-то неплохо приложили. Ты смотри. Лучники, считай, на две трети уничтожены. Вот эти вот дозорные, 15 осталось. И 114 сутку выбили. Плюс конница немножко куцаная. Ну, хорош, хорош. Но тут надо подумать, как нам лучше атаковать. Тут стрелами-то нельзя. Нельзя выжидать. И подойти-то не получится. Кем-то жертвовать. С другой стороны, у нас наши есть скильд. Наследничек. Но очень далеко он стреляет. Ну, примерно так же, как вот этот Ародор. Примерно то же самое. То есть сагрить-то есть возможность. Ну, поехали в бой. Сейчас мы им надаем. Надаем. Я построился весьма-весьма далеко. Там, на холме. С подъемчиком. А противник наш тоже собирается в этот подъемчик залезть. Так, ну что, мы можем просто тупо постоять, пострелять, пока они идут. По этим всадникам. Правда, особо я как-то не вижу результата нашей стрельбы. Но вообще он есть. Там кто-то упал, но этого мало. К нам разведчики несутся. По идее, они тоже должны по нам стрелять. Мочь. Мочь стрелять. Ну, по-моему, им наплевать на все это. На весь этот бедлам. Нам копейщиков нападать смысла нет. Эти сами комные стрелки. Ладно, еще постреляем. Нам бы куда-нибудь вон туда бы прорваться, да? Давайте так и сделаем. Давайте потихоньку проходить. Коля, нас атаковать вы не желаете. Давай-ка в стрелков. Вот здесь 40 стрелков есть. Вот в них мы и войдем. Как нож в масло. Застряли, да? Надо было вас в ту сторону. И в стену. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это была ловушка. Это была ловушка всадники. Чёртовы всадники. Нас атаковали. Ну да ладно. Мы сделали то, что мы хотели сделать этим отрядом. Конечно, потеряли определенное количество. Но дело мы своё сделали качественно. И противник идет. Идет теперь к нам. Это нас, конечно, должно радовать. Очень сильно. Так, вот этот отряд у меня там. Где заныкался-то, бедолага. Давай куда-нибудь вот сюда его. Потом мы им нападем. Сзади. Там-то смотри, они прямо нас вот в наглое обходят. И всё. Так, ну что, тут три отряда против одного отряда. Вроде как мы их убиваем, нет? Ну, точно убиваем, слушай. Сейчас ещё туда идут люди. Но тем не менее убиваем. И от меня радует. От меня радует. Так. Ага. Вот вы как, да? Так, надо скоро снизить. И конница. Конница тоже пошла сюда. Так, этих не жалко. Этих не жалко. Это всё ерунда. Копейщиков разогнали. Конных стрелков разогнали. Тихо на них, а наплевать. Эти ещё только выходят на позицию. А вот стрелки-то. Вот он, Гена. Скотобаза я там. Так, ну у нас кто тут? Впереди планеты всей. Пошли воевать. Так, а ты, дружок, он туда стреляй. Он на тех 40 рыл. Так, а как у меня тут так получилось, что вас тут так много, а меня тут так мало? А, можно узнать, каким образом я это умудрился сделать? Я вроде их послал им в спину пить, но они, по всей видимости, раньше отошли. И отряд варгов, конных стрелков я потерял, да? Признаться честно, это неприятно. Это неприятно. Так, эти убегают. Убегайте. Проходите дальше. Здесь вот этот пехот всё собирается, идёт он туда. Так, лучники продолжают атаковать. Эти идут туда. Тоже идут туда. И вот эти два отряда вот за теми летят. Так, проходим, проходим, проходим. Нам нужно напасть именно вот на этого ублюдка. 35, да? Смотри, как они генут моего высекают. Так, соберитесь. Стрелки. Тут такие стрелки, что вы делаете меня? Так, что стоим? Логично, что они стоят. Что там с конницей? Конница убежала. Конница убежала. Значит, вот эту конницу тоже можно послать стрелять. Потому что никого не вижу, лиса эти. Не люблю лиса, поэтому и не люблю лиса. Потому что ни хрена ничего нет. Как некоторые при этом умудряются ещё и играть без вот этой замечательной кнопки подсветки цветовой я вообще не понимаю. Хотя понимаю, но на записи не понимаю. Вот если для себя сугубо... Суки обстреливают, я ничего им сделать не могу. Обидно. Но как на запись? Ничего ж не видно. Так, иди сюда. Так, ты вот сюда заверни. Так, здесь мы вроде как... О, как ты смотри, хитро ты умеешь. Ты давай... Давай это... Давай... Без стрел. Давай чарджиком влетай. На этих дозорных. Пока нам совсем не поплохело. 12% потерь уже. Нельзя же так. Немножко помешали друг другу. Наши умертвые и наши варги. Это плохо. Это есть очень плохо. Давай выходи. Умертвые там разберутся уже без вас. Давай вверх забирайся. Будем гену бить. Будем бить гену. Конечно, с такого разбега чарджет приличного не получится. Ну, хотя бы. Хотя бы так. Давайте, волчары, кусайся их там все. О, вот. Влетели прям вот. Чудесно влетели. Ополовинили как минимум. Что я вам скажу? Что у нас тут происходит? Гоняемся. Все еще гоняемся. Тут практически. Там тоже практически. С конницей что? Догнали таки конницу и убили ее. Походу у них закончили боеприпасы. Они пошли в рукопашку. Но я не кисло отдал-то, слушай. Совсем не кисло. За ними бегите еще. О, завалили мы этого чудика-то. Завалили. И что он дурачок вышел из города? Я не знаю. Но радурно мы завалили, друзья. Очень-очень хорошо. Прям вот. Очень-очень. Так. Конечно же продолжаем. Надо вот этих вот догнать и съесть. Не надо стрелять. Надо вот так вот. Хорошо. Работаем. Но неплохо. Неплохо. Не без потерь. Но справились. Справились. С супостатами. Что-то его убить не может. Что вы в самом деле. Не позорьте меня перед честным народом. Тушь. Да дожрите их. Боже. Я сам попасть еще не могу. Попал. Чума. Это очевидная победа. 144 потеряли. Учитывая, что противник-то был всего лишь 420. 48. Зато какие у них были лукари. Слушайте. Рейнджеры. Это реальная проблема. Они стреляют. Ничуть. Не с меньшей дистанции. Чем нашего. Черные. Но минор. Случники. Ничуть не хуже. Урон не хуже. Если даже не лучше. Плюс эти еще. Рейнджеры. Там дополнительные. Ну и конятся хорошие. Копейщики хорошие. Тактика имеется. Да. Стрелять лукарями. Рядом иметь линию копейщиков. Чтобы конница не обошел. Да еще и сама конница тоже есть. Для контр-чарджа. В общем это непросто. Это непросто. Ну и вообще нам повезло. Что они вышли из города. Если бы мы штурмовали. Потери были бы значительно выше. Ничего не знаю. Сдохни. Отлично. Только вот денег не дали за раздробление. Вот это вот. Печалит меня. Печалит. Прямо скажем. Да. Ладно. Главное мы до северной заставы доходим. Здесь один единственный отряд остался. Да. Наверное в этом даже смысла нет. Наверное один единственный таран. Ну. Два шутка. Штурка. Ну а них зато полный отряд-то оставили. 114-й рыл этих дозорных. Но мы их будем долго и упорно обстреливать. Да. Это мы сделаем все в этой серии. Так. Там никого вроде не видать. По словам мы вроде походили. Все заказали. Все сделали. Ну давайте тогда в следующий собственно восьмой ходик отправляться. Так так так. Хелемова пать в осаде. Крепость Рохана. Чудесно. Просто чудесно. Денежек нам 500 монет навалили. Что тоже чудесно. Ну и видим очередную армию Дунадайн севера. И они по-моему немножко подохренели. И еще 4 отряда дозорных. Правда один из отрядов почему-то ополовиненный. Но думается мне что они некое наверное нейтральное поселение. Что бы дурмовали. Интересно что здесь за два отряда. Прямо любопытство меня раздирает. Ага. Тут два отряда следопыдов. Лучников. Просто так не порасстреливаешь. Зато есть. Зато нет конницы. Нету генерала. И нам будет в этом отношении попроще. Да. Так. 900 монеток. Что мы можем заказать на 900 монеток. На самом деле уже неплохо было бы. Наверное. Хотя по войскам еще хватает. Что у нас здесь. Можем зал каменщиков поставить. Отлично. Ставим каменщиков. А строить больше ничего там не будем. Потому что денег нет. Но и здесь все то же самое. То есть ничего заказывать не будем. Смысл его там. Совсем никакого нет. Так. Дипломат наш. Малерт. Малерт. Где тут эти ушастики? Стопинге там. Где-то там. Ладно. Давайте. Не будем тратить время. И пойдем на штурм. Ну да. 111. Их трое уже погибло. Так. Ну мы готовы. Поехали. Где этот супостат? Супостат. Супостат далеко. Очень далеко. Конница вся побежала сюда. Таран. С этой стороны тоже управляется. Нельзя идти в ворот. Ну и ускоряем все эти события. Они решили нас просто тупо встречать на централе. Что вы отсюда сможете по ним как-то это накидывать? Ну вообще могут. Слушай, могут. Очень даже могут. Ну посмотрим. Так. И наш этот наследничек. Лукарь. Тоже должен. Сейчас начать. Вести огонь. Никого еще не убили. Кошмар какой. Но у них защита 17. Если я не ошибаюсь. Да. 17 защиты. Баттеринг рамп в place. Это не будет долго, пока наши враги не уйдут. Субтитры не уйдут. Ну что, я опечален качеством обстрела. Я вам прямо скажу. А, ну вон. Первого убили. Ёшкин кот. Слышь. А уже сломали ворота. Это, конечно, чудесно. Но я сперва хотел бы отстреляться. Чтобы вот. Ты можешь вот сюда залезть? Чтобы нам из этой ямы не стрелять. А что-то я. Давай быстрее. Ну вот. Забрались на эту вершинку. Отстань. Отстань. Нехороший. Не отвлекай меня таранами. Вот. И вот отсюда. Вот. Ну-ка, как. Давай показывай там свои. Ну, на 11 уже убили, слушай. Ну, конечно, навесом хреново. Здесь вообще-то получше должно пойти. Что вы уходите от меня? Серьезно? А если я от вас уходить буду? Ну, как это восприняйте? Правильно восприняйте? Ага. Нет. Да. Да. Нет. Нет. Да. А, ну, а если мы просто возьмем тупый ворвемся? Ворвемся. Нет. Ворвемся. Так. Ну, вот это все тоже поближе. Пока подводим. Время. Время. На самом деле, время вот на запись вот это вот тратить, конечно, такое себе удовольствие. Но. А что поделаешь? Ну, хорошо, обстреливаем наши, кстати, эти товарищи. Тоже все расстреляли. Осталось лишь наследничек. У него колчан полноценный. 70 баллов. Все убегайте отсюда. Все убегайте отсюда. Как бы бабы бегаете отсюда-сюда, на. В конце-то концов. Взяли бы, сдались бы, да и все. Ну, конечно, мы не какие-нибудь там урки жрать бы не стали. Просто глотку перерезали бы, да и все. Ну, понятно, что они с центра, скорее всего, не убегут. Стрел нам не хватит, чтобы их качественно... Ну, хотя бы, ну, практически вдвое уменьшили. Ну, уже неплохо, да? Можно это еще сделать побыстрее. Ну, и все. И можно сюда уже посылать войска. Биться с ними. Не на жизнь, а на смерть. И вообще генералов одних пошлю. Чтобы войска зазря не терять. Хотя, конечно, вот эти два генерала, они в любом случае войска потеряют. Мы об этом считали, что там будет до 77 опускаться. И только уже после 77 они будут устанавливаться. Ничего из этого не подделаешь. Ну, вот эти, умертвие, шут с ними, пускай тоже атакуют. Где там наши... Эликсир змеи. Все, давайте. Змеюкаете. Агена наша, Гена, давай вот сюда вот сперва. С фланга зайдем. Вот там топорами в спину-то. Вот это вот, я понимаю, зашло. О, зашло так. А что, тут тормоз? Ну ты что, там об забор что ли? Какую трешься? Ну что от с тобой? Тьфу на тебя, без тебя обойдемся. Ну нормально так подрались че. И потеряли немного. Рулез, 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 все. Как будто кто-то не было. Троих потеряли, всего-то на всего. Троих. Нормально. А если автобоем бы там было, бы больше потери. Отлично. Просто отлично. Северная застава. Наша застава. Но мне не нравится вот это дело. Возможно восстание. Мне не до восстания. Поэтому будем уничтожать жителей. Конечно там. Этих жителей слезы наплакали. Ну а куда деваться? Других вариантов я не вижу. Огромное угорчение. Так. Троллья роща. Потрясающе. У нас тут есть троллья роща. Правда троллей нет. Но роща есть. Чистоколы, поля, хижины плотников. Чудесно. Можем еще амбар поставить за 810 монет. Правда что-то мне как честно говоря неохота его ставить здесь. 50 монеток больше. Кстати он сам по себе еще 577 приносит. Это хорошо. Жителей не осталось. Снизим налоги. Полтора процента пускай заходят. Дом старосты. Призывники и горцы. Да. Надо ставить дом старосты для начала. Для порядка. Чтобы хотя бы здесь бесплатные войска нанять потом. Чтобы они в гарнизоне стояли. Так. Ну и то что нам осталось в этой серии. Это выйти и не давать по щечам. По щечам вот этим засранцам. Так. Ты у нас куда можешь идти? Туда можешь идти. А мы тебя догоним в любом случае. Где-то вот здесь. Ну конечно вот этот генерал Донеданский. Конечно такую хрень спорол. Так вот. Ателин имеется. С шестью отрядами. Слушай, ну откуда у вас сколько-то? Как вы так клепаете? И кстати, заметьте. Опять коцаные. Двадцать пять уже дозорных. Откуда вы такие идёте? Скажите мне на них. Может это часть чего-то целого? Что было потом поделено и отправлено в виде подкреплений сюда. Почему не сразу? Непонятно. Но самое хреновое, если сейчас эти пойдут вперёд, а эти немножко отступят и объединятся. Это будет хреновато. Так, дипломатом я бегал. Есть, мальон. Ну тогда нам остается только сделать, собственно, девятый ход. И надеяться, что они в очередной раз затопят. Итак, Азгильад атакован. Ну что же, бывает, бывает. У нас новое задание. Отправить посла к лесным эльфам получим целых пятьсот монет. Целых. Я только не понял, а что же у меня... А, здесь же не лесные, здесь эти... Как их перематить, эти как их... Хлорейна, что ли? Да. Without question. Так, мы с вами говорили или не говорили? Потому что мы с вами говорили. Да, четыре хода назад. Мы с вами уже гутарили на эту тему. Вы карту у меня купить ещё раз не хотите где-нибудь так за тысячу? Нет? Невыгодно. Ну ладно. Ещё не выгодно. Давай за пятьсот монет забери. Слушай, я там пару провинций новых открыл. Вам по-любасику интересно. Нет, мы не можем согласиться. Добрый день. Ну и идем за здесь. Как вы хотите. Without question. Нам бы теперь дом старосты построить, чтобы, опять-таки, как и заставе, можно было обучить каких-нибудь горцев, которые стояли бы на халявку. На халявку, да? Религии, точнее культуры нам для этого хватает. Хорошо, хорошо. Даже что-то строить умудряемся. Слушай, аж целых трёх городах у нас строительство идёт. Ну, круто. Ну и дунудайнцы, друзья. Это вообще смех такой. Я вам говорил, что, мол, одному отряду надо максимально подойти, а другому отступить, чтобы объединиться. Эти ребята поступили с точностью, да наоборот. Первый отряд на максималках побежал вперёд к заставе, походу, отбивать. А второй отряд взял и отступил. Ну, это, конечно, они весело-весело. Так, пустоши. Они уже захватили эти пустоши. А где здесь какой-нибудь гор? Ух ты, слушай. Может, они и не зря отступили. Может, они уже списали этот отряд, а объединились вот с этим. Уже полстека. Слушай, ну, откуда у них так они прямо вот... Следопыты дунудайна. Они ещё их сразу могут клепать, что ли? Пойму. 8-12. И сразу могут дозорных клепать, что ли? 7-17. Если это так, то... Может, нам закончить сразу кампанию, а? Ну, потому что, как бы, даже близко не стояло то, что мы можем нанимать, и то, что они нанимают. И за какие баблондосы они-то, собственно, делают. Мы, собственно, вновь, в который раз, у нас тоже самое. И за гномов было, и за дикарей было. Про Ардунаим, честно говоря, уже не помню. Но, по-моему, и с ними был так же. Мы вывозим сугубо на генах. То есть, нам сейчас вот забери вот этих пятерых. Всё, это жопа. Это жопа, компания Солита. Ну, если там где-нибудь в каком-то стаде, или отсидеться, от оборонки, то не факт. А так вот, только генами. Только так. Это, конечно, печально. Это печально. Ну, будем считать, что это такая сложность. Сложность дака. Хардкор. Два к одному, да? Нас в два раза больше. Четыре копейщика, два лучника. Ну, поехали рубиться. Итак, я, в принципе, готов. Можем начинать. Где там супостат? Супостат от нас. Выкается. Выкается. А, ну вот они тут сидят. Тогда я этот кусок вырежу. Мы сейчас к ним подойдём. Начнём обстрел издалека нашим наследничкам. Да? Вот. Вынудим их отправиться хоть немножко к нам вперёд. И как только они пойдут к нам вперёд, мы заведём за линию их копейщиков три отряда наших волчар, варгов. И, собственно, сожрём их лучников. Так. Нас обстреливают. Мы... Мы что тут делаем? Мы наследнички нашим... Сейчас выйдем на ударную позицию. И тоже будем его обстреливать. Они, типа, нас в засаду завели. Они, кстати, нас прекрасно кладут. Эти засранцы. Просто тупо обстреливаем, да? Ну, я им ещё сейчас и вперёд пойду вот так. Лечим бигбом. Суки. Сейчас один-то отряд я вам точно снесу. Видите, как прикрывают качественно? Но благо нам удалось сманеврировать. И вот так мы их поприветствуем. И здесь продолжаем идти вперёд. Коннинцы наши отходят. Так. Здесь, значит, один отряд пролетает мимо. Второй отряд бьётся. Эти ребята тоже бьются. Здесь, естественно, проходим, проходим, проходим. Так, вы сюда, тоже сюда. Вы продолжаете чарджить. Кошмарные потери. 9%. Откровенно говоря, ерунда ерундой. Три таких, два таких и на этом ампа. Но вместо этого вы сами можете всё видеть, всё наблюдать. Нас потрошат только в путь. Один отряд наш вообще перебили практически полностью. Эти тоже не убегают ни черта. Они ещё за нами бегают, собственно, и сражаются с нами, чтобы вы угнали. Чтобы вы понимали всю эту прелесть, да? Давайте сюда. Падайте вниз. Вы копейщиков терзаете. Да. Да. На этом можно сказать, что... Привет. Уж не знаю, как привет, но привет. Эти дозорные... Я хрен знаю, откуда такие силы его уданы даримом. Но это компьютер. Это компьютер. Это стоп-удовый. Если бы там был бы игрок, мы точно так же сейчас там какие-нибудь крестьяны бы руководили. О подобных рейнджерах мы лишь мечтали бы. Всё как обычно. Хер ли восстановились-то, но вот проблема вот этого деления. Она как была, так она и никуда не исчезла. Походу никогда не исчезнет. Генерал ополовинился. На это шутбе с ним, этих объединим. Всё, убили, да? Убили врага. Непонятно, чем мы сейчас будем, собственно, от того полустэка отбиваться. Вот в чём вопрос. Эти-то хрен с ними. Жесть. Просто жесть. Эти рейнджеры это... Это очень больно. Причём стреляют они тоже очень далеко. Мне почему-то казалось, что я вполне смогу выйти наследничком и за счёт большей дистанции стрельбы вынести этих лукарей или хотя бы как-то с ними там поиграться. Но ничего подобного. Дистанция одинаковая. Что, конечно, меня опечалило очень-очень сильно. Этих, блин, нахуй. Ладно, это восстановится на 77. 200, парни, 200. Мы потеряли 200. Убили 531. Хотя было-то... Ну что тут? Не генералы, не конец. 2-3... Сколько? 3 отряда. Или 2 отряда. Я уже забыл. Сколько этих было лучников проклятых. Плюс копейщики с защитой 17, которые спокойно держат первую линию, не даёт прорваться. Это при том, что у нас была типа волки эти, барги, которые прорвались до лучников сразу. Там что-то... Поднадкусили. Ещё и плюс отвлекли один отряд копейщиков. Все дела. Ну, жесть. Просто жесть. Ладно. Будем надеяться, что сейчас у нас денежка-то будет. И мы что-нибудь сможем заказать на следующий ход. Хотя бы ещё одного варга. До этого надо отправлять на переобучение. Ну, то есть, идти уже точно никуда не стоит. Ну, ладно, ходит, грохнули всех. Так, ну и, собственно, у нас даже он и не остался второй отряд этих варг в 36 и всё. Печаль, ушечка. Печаль, ушечка. А тут таких тварей просто море. Они сами по себе то 8 из 12. Следа будет идут на дайп. На эту жопу. Пять отрядов в Корее. Ху-ху-ху-ху. И четыре отряда копейщиков. Так, здесь у меня один отряд, здесь у меня два. Здесь тоже один. Здесь два. Шэдун. Что ты мне можешь предложить? А за 350 ты можешь предложить переобучить. Потрясающе. Пять-семь. Боже ты мой. С натиском. Пять. 670. то один отряд собственно варгов за два хода мы можем получить. И это все наши силы. Все. Пахи. Пахи. Вот на следующий ход мы еще один отряд закажем, скорее всего, в Кармдон. Что мне делать? Научников этих смысла нет брать. Ну, вот копейщиков так там коницы не предвидится никакое. Вот если только заменить вот эти вывести, довести их до Борчелега, а из Борчелега вывести горцев с топорами. Единственный более-менее разумный вариант. Так, выйти будете минимум три хода, да? И здесь еще ни хрена ничего не отстроено. Пополниться я не смогу. Шикос. Есть. Просто шикос. И что с этим делать совсем? Кто мне может рассказать? Я не знаю, друзья. Я не знаю. Но вполне вероятно, что эти ребята вообще пойдут не к нам, а вот к этому поселению к мятежному Ателину, в котором сидит шесть отрядов. И, между прочим, хорошие отряды Хускарлы Радаура плюс воинами железной короны это очень не кисло, не кисло. И потери бы там вот эти мальчуга много бы оставили. Если их на этом подловить, то, возможно, мы их и грохнем. Хотя, шутью знает, что там за пеленой скрывается. Мы же к нам уже идут какие-нибудь ребята из Шира своими волосатыми ножомками перебирают подземельки. Так что, друзья, надо быть аккуратными. Силы зла уязвимы. уязвимы и нам нужно хорошенько думать прежде чем что-либо делать. Так что, ставим лайкосики, пишем комментосики и подписываемся на канал. Всем хорошего. Пока-пока. Продолжение следует...